Всем привет, я историк мода Анатолий Вов, и сегодня с вами поговорим о костюмах и о нарядах, которые были на премии MTV 2020. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что где еще, как ни на этом канале, вы узнаете подробно о том, в чем приходят звезды. Ну что, давайте будем смотреть на то, чем они нас в этом году порадовали. Давайте посмотрим на этот потрясающий костюм Ганн Келли. Итак, что это за костюм? Вообще костюм потрясающий, ярко-розового цвета. Такой цвет имеет свое определенное название. Его принято называть шокирующий розовый цвет. Шокирующий вы меня спросите? Да потому что когда-то это был главный цвет одного из ведущих домов моды, дома Эльзы Скиапарелли. Так вот, Эльзы Скиапарелли в 30-е годы вводит моду этот шокинг пинг, и поэтому мы называем его шокирующий розовый. О Бельзы Скиапарелли вы можете посмотреть два видео. Первое видео – 5 фактов о Бельзы Скиапарелли. Второе видео – это то, что находится в модном доме Скиапарелли сегодня. Посмотрите эти работы Дали, которые находятся в модном доме Скиапарелли. Потрясающая мебель и, конечно же, коллекции высокой моды. У меня есть возможность попасть в модный дом Скиапарелли, поэтому я специально для вас снял видео. Посмотрите их по ссылочке в инфобоксе. Да, конечно же, потрясающий костюм, в принципе, как и обувь. Это все Берлутти. Этот невероятный модный дом, невероятный дом, который создает уникальные вещи. Вот этот костюм был в рамках коллекции 2020 года, и на показе мы можем его видеть. Вот так он выглядит. Конечно, розовый в сочетании с этим синим. Два ярких, активных цвета, которые должны, по идее, быть чем-то приземлены. Но нет, Берлутти решили на показе еще добавить вот этот потрясающий элемент, который мы называем пальто. Какой гармоничный образ. И обувь у него практически та же самая. Так интересно смотреть, как обувь сочетается с этим костюмом. Костюм идеален. Идеальный цвет. Идеальный крой. И вообще, нужно сказать, что Берлутти не делает плохих костюмов. Да, я считаю, что это один из лучших мужских костюмов на этой церемонии вручения MTV. Но, опять-таки, мы знаем, что ввиду определенных условий, все, что мы с вами видим, это видоизменено. То есть, нет красной ковровой дорожки, нет большого количества журналистов, камер, съемок, фотоаппаратов, вспышек. Просто вот так вот, как они сделали. И это тоже неплохо. Спасибо, что хоть вообще показали нам эту премиум. Вот еще один интересный наряд, который мы видели на этом мероприятии. Да, здесь мы можем видеть кепку Dolce & Gabbana. Стоимость такой кепки вы сейчас будете удивлены. 309 евро. Всего лишь 309 евро. Да, немного для этого бренда. Бомбер Суприм. Мы видим по логотипу. Вообще, Суприм это один из брендов, который всегда практически показывает свое присутствие. То есть, всегда показывает, что это их одежда. Я не знаю, как вы относитесь к логомании. Напишите мне в комментариях, любите ли вы носить одежду с большими буквами какого-то бренда. Chanel, Dior, Saint Laurent и прочее, 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 прочее. Но в любом случае, напишите, потому что мне хотелось бы знать, прошла ли у наших жителей необъятной России. Это мода на логоманию или же она по-прежнему остается. Шорты. Вот шорты мне нравятся. Шорты я вас сейчас научу. Сразу же видно монограмму Эльве. Louis Vuitton. Шорты Louis Vuitton. Интересно, конечно. Да, не забываем о направлении этих музыкантов. И, в принципе, что они создают. Поэтому не будем прикапываться и не будем требовать от них наличия смокинга на этой премии. Потому что премия прошла в другом ракурсе. Не так, как она обычно проходит. Ну и кроссовки Balenciaga. Стоимость таких кроссовок 578 евро. Бюджетненько оделись на вручение премии MTV. Но, в любом случае, образ интересный, но и совпадает с тем, что он создает в качестве музыки. И шорты, и кепка Dolce & Gabbana, и уж тем более кроссовки. Все скромно. Черно-белое сочетание в одежде. Он подчеркивает это белыми носками. Кроссовки, которые тоже черно-белые. И мне нравится это сочетание. Это классика. Это никогда не выйдет из моды. И это всегда смотрится, не имея эффекта... Что-то я переборщил. Идем дальше. Посмотрим на следующий наряд. Ну вот уже платье. Платье, да. С одной стороны оно потрясающее. Но с другой стороны что-то мне здесь в нем не нравится. Николь Ричи. Платье Kong 3. Весна 2020 года. Именно в рамках коллекции, о которой я вам сейчас рассказал, это платье было представлено. Посмотрите. Это, конечно же, не от кутюр. Это прет-а-порте. Или, как говорят англоязычные люди, это ready to wear. А, конечно, платье интересное. Спереди. Вот если бы она не надела бы этот шлейф, этот трен, этот хвост, было бы все интересно. Вот куча ткани внизу. Вот этот цвет салата. Немного помятая ткань. Это все интересно. Но посмотрите на этот хвост. Зачем этот хвост здесь, я не понимаю. Он портит все. Если вы хотите создать эффектное платье. Ну подумайте над тем, как это платье будет облачиться за ней. Вот оно здесь действительно выглядит не очень свежо. Да, без трена в платье могло бы еще сойти. Эти фальшивые объемы, сделанные за счет правильного кроя, эта мятая ткань, все хорошо. Но вот этот трен очень некрасиво. Давайте посмотрим на ее корону. Корона называется Яумамы Королевишна. Это дом Эмманюэля Камни Сваровский. Вот так выглядит эта корона. Ну, что могу сказать? Все мы понимаем, что это сценический вариант. В жизни так никто это не будет носить. Не могу сказать, что корона отличается каким-то особым вкусом. Простой вот ободок, который она надела. Ну вот ободок так ободок. Туфли. Туфли интересные. Вот туфли Кристиан Лубутен. Называется эта модель Спика Куина. 1045 долларов. Вот так выглядят эти туфли. Интересные. Как всегда, Кристиан Лубутен верен своей красной подошве. Плюс вы видите здесь современные материалы. Они создают эффект, что как будто бы эти маленькие точечки нанесены ей на стопы. Красиво, да. Раздельно. Шикарно. Платье, увы, не то, что можно было бы надеть на MTV. Не знаю, как вам, но я не читаю это платье красивым. Сверху, да, но никак не хвост. Мэдисон Бир и ее платье. Платье Мюглер. Предапорте. Весна 2020. И давайте посмотрим на него. Вот так оно выглядит. Кто-то скажет платье. Да, это платье. Но платье прозрачное. Поэтому под платье она надела боди. На показе было абсолютно по-другому. Вот так выглядело на показе. У нее было просто белье. А вот на MTV мы можем видеть боди. Посмотрим, пожалуйста, на кольцо. Это Калати. Кольцо, которое стоило 1390 долларов. Не так дорого. Но вот другое кольцо. Интересное. Оно стоит уже 4295 долларов. Это Diamond Cluster Ring. То есть вот такой вот большой экземпляр с бриллиантами. Такие бриллианты обычно можно увидеть и на антикварных ювелирных украшениях. И вот я недавно видел потрясающую брошь. Начало 20 века, сделанную в Петербурге в форме полумесяца. Там тоже были бриллианты подобраны. Очень красиво. Очень красиво. Мне нравятся вот эти интерпретации предыдущих ювелирных стилей. Ну и туфли Стюарт Вейтсман. Называется модель Nudist Hollywood. Ну вот, в принципе, да. В таких туфлях только ходить на голливудские нудистские пляжи. Давайте посмотрим дальше. Ой, какая русскость. Вы посмотрите на нее. Джои Кинг. Платье Версачи. Версачи, вы скажете, да, Версачи. Не все же Дольче Габбана делать такие яркие наряды. Итак, вот эта коллекция Версачи 2020 года. Чокер Версачи. Сергей Версачи. Слушайте, практически все Версачи. Давайте немного разберем. Вот так это выглядит ее образ. В целом, то, что она надела и что было на ней на MTV. Но я хочу поговорить о стоимости. Сергей Версачи Медуза стоили 160 евро. Совсем недорого. А вот кольцо Элли Вейл Бруклин Чейн Ринг 42 доллара. Немного, да, скажете. Да, вы поймите, не всегда нужно одеваться дорого. О самых дорогих платьях и о самых дорогих украшениях я уже снимал видео на Оскаре, да, по-моему. Это было на Оскаре. Обязательно их посмотрите. Посмотрите и увидьте что-нибудь для себя новое. Вот так выглядит это платье на моделях. Вы видите, что тут были и лосинки, и платье чуть длинней. Но мне нравится, что это было яркое и незабываемое платье на MTV. Перейдем к наиболее откровенным нарядам Майли Сайрус. Платье Мюглер. Осень-зима 2020. Вот это платье. Вот так оно выглядело на показе. Обратите внимание. А вот так оно выглядит на Майли Сайрус. Да, модели не хватило чуть-чуть роста. Ну и, конечно же, с этими сапогами платье, к сожалению, теряется. Превращается в нечто вульгарное. А вот уже с такой обувью это превращается в вечерный туалет. Да, конечно. Я хочу сказать, что платье шикарное. Немножечко попахивает голым платьем. Ну, в принципе, это и есть голое платье. Ну, мы понимаем, мы понимаем, все мы понимаем, что это одна из интерпретаций вечерних выходов Майли Сайрус. Но платье от Мюглер. А вот серьги Роткинс Даймон. Те серьги стоят 14 тысяч долларов. Неплохо, да? Вот обувь потрясающая на ней смотрится. Это не Мюглер, это Ив Сен-Лоран. А точнее, Сен-Лоран. Я до сих пор не понимаю, зачем убрали слово Ив. Зачем убрали имя основателя бренда. Ну, вы согласитесь, это же неправильно. Просто Сен-Лоран уже не так, как три буквы ИСЛ. Ив Сен-Лоран. Ну, это вот выбор тех, кто это решил. София Карсон. Платье Джамбатиста Валли. Джамбатиста Валли. 2020 платье от Кутюр. Платье интересное. Давайте его рассмотрим. Вот так оно выглядело на модели. У нее еще была головная конструкция. Вот эта сетка, которую надевалась сверху. Женщина походила на какой-то мак. На такой вот цветок. Но я, конечно, вижу это платье по-разному. Во-первых, здесь можно увидеть два направления. Первое направление – это история с Мадлен Вьоне, которая создавала платья, накручивая их на маленький деревянный манекен. И мы видим это наверху, что все переплетается. Вторая история – это история с платьями Полюнез. Платья, которые были популярны в эпоху Рококо, вот сзади чем-то напоминают. То есть там скреплялись специальными прищепками и получались вот такие вот интересные элементы на платье. Вот посмотрите, и вы все сами поймете. Я лично так вижу. Но, опять-таки, здесь я еще вижу интерпретацию Чарльза Джеймса. Внимание, Чарльз Джеймс, не Джеймс Чарльз. Это разные люди. Вот посмотрите на его платье, которое он создавал в середине 20 века. Очень похоже на то, как он играет с тканью. Ну, в принципе, человек, который создает моду, он должен знать историю моды. Изучайте историю моды вместе со мной, если вы это хотите. А особенно ходите на мои лекции. Кстати, минутка рекламы. Если вдруг вы знаете владельцев различных школ, стиля, моды, или же вы вдруг знаете организаторов, которые организовывают публичные мероприятия, то дайте им мою электронную почту, которая есть на этом канале, чтобы они связались со мной по организации лекций. Правильно, давайте сделаем так, чтобы и ваш город увидел мои лекции, услышал и пришел на них. Серги. Посмотрим на серьги. Серьги White Diamonds от бренда Fibula. Практически 9 каратов. И, конечно же, кольцо Вернье Пихуэто. Больше 8 каратов. Белла Хадид. Костюм Нэнси Дожака. Коллекция 2020. Fall Winter. Посмотрим на костюм, который был на показе. Вот так он выглядел. Да, Белла, конечно, обыграла костюм лучше. Здесь он просто выглядит, как москитная сетка, которую неравномерно раскидали по Тулову. А вот на Белле это смотрится гораздо эффектнее. Но я вижу, что он был изменен. Он, посмотрите на рукав. Рукав все-таки сделали более приличным, потому что здесь он просто порван. Ну и туфли. Туфли by far. 500 долларов стоили туфли. Но сейчас не время демонстрировать самые дорогие наряды. Сейчас время все-таки демонстрировать хороший подход к моде. Еще одно платье. Это платье Арианы Гранде. Платье Мюглер. Давайте посмотрим на другие интересные наряды, которые, в принципе, запомнятся нам. Леди Гага. Несколько платьев. Первое платье это платье Ария. Из коллекции 2020. Ready to wear. Он был изменен для Гаги. Посмотрите на этот футуристический наряд. С прозрачным шлемом. Шлем, между прочим, от Маскарелла. Давайте посмотрим на то, как выглядело на показе. Вот так это выглядело. Посмотрите. У Гаги нет брюка, остальное все на месте. Ну и шлем. Я считаю, что Гага это один из тех людей, которые всегда знают, как показать то, что происходит в обществе. Посмотрите. Вот видите, как она показала социальную дистанцию. Почему бы нет? Украшение от Дэна Кэмп. Сапоги. Куда Гага? Куда Гага без таких сапог? Я хочу вам сказать, что этот наряд уникальный. Он настолько футуристически правильно оформлен. Она такой вот астронавт, космонавт. Вот в этом необычном виде пришла и продемонстрировала одно из направлений современной моды. Моды на футуризм. Моды на будущее. Хочу вам сказать, что это был не единственный ее наряд. Следующий наряд был от известного дизайнера Ирис Ван Херпен. Если вы не знаете, кто это, обязательно посмотрите. Похожие наряды, вот посмотрите, мы можем видеть здесь. Это Ирис Ван Херпен. Ее наряды всегда отличаются от других дизайнеров. Я хочу сказать, что маска тоже Ирис Ван Херпен. И те же самые сапоги. Я обращу ваше внимание, что Гага опять-таки во втором выходе выходит в маске. Платье потрясающее. Никто не делает подобное платье, как Ирис Ван Херпен. Вот она держит статуэтку. И посмотрите на ее обувь. Обувь один из главных, наверное, отличительных элементов гардероба леди Гаги. Особенно сценического. А мы говорим все-таки о сценическом варианте. Следующий выход Гаги. Вы спросите, сколько раз она выходила? Смотрите, следующий выход. Это платье Кристофер Джон Роджерс. Коллекция 2020. Да, платье выглядело вот так на показе. Я хочу вам сказать, что он не первый, кто придумал такие платья. Платье отчасти нам напоминают об эпохе Кринолинов. А также напоминает нам о коллекции Джона Гальяна для модного дома. Диор. Коллекция 98-го года. Главное хорошо знать, где какие дизайнеры, что уже создавали, чтобы увидеть. Вы знаете, немало дизайнеров, которые обращаются к тому, что уже было создано. Они, конечно, это не признают, но я часто вижу это. И это действительно так. Так, следующий наряд. Костюм и накидка Валентино 2020 от Кутюр. Конечно, мне хочется отдельно рассказать об этом показе. Показ был необычным. Были модели на ходулях. И платья были настолько увеличены. Особенно мы можем видеть это на примере накидки Леди Гаги. Белый цвет, с чистого листа. И было не так много нарядов. Я хочу вам сказать, что Валентино в последнее время это один из самых необычных домов моды, который создает необычную одежду. Маска Maison Matte. Вот, посмотрите, как эффектно выходит Гага на сцену. И костюм, и накидка от Валентино. Следующий выход Леди Гаги. Костюм, опять-таки, Валентино 2020 от Кутюр. Плащи Коко. Специально для Леди Гаги. Вспомните сразу же фильм «Багровый пик». Там были такие же рукава. Не забывайте, пожалуйста, что вы можете в комментариях всегда мне писать разбор какого фильма, гардеробный. И вот с точки зрения соответствия эпохи, вы хотели бы увидеть на моем канале. Может быть, кто-то захочет увидеть обзор «Багрового пика». Напишите, пожалуйста. Шикарный, конечно же, наряд. Опять-таки, маска. Посмотрите на образ Гаги. Она как будто бы пришла из космоса. Как будто бы она вот из другой эпохи. Ну, и я считаю это правильно. Нужно всегда думать на шаг вперед. Особенно, когда вы уже заявили о себе как о человеке, работающем с таким понятием, как эпатаж. Следующий наряд от Леди Гаги. Костюм от Векса. Маска от Майкл Энн Гоу. И посмотрите на ее колготки. Даже колготки мы знаем. Это капецо. Обувь Андре Уан. Мне нравится этот костюм. Он показывает хорошую фигуру. Ну, и очень хорошо подходит для того, чтобы выступать в нем. Следующий наряд Леди Гаги. Это костюм, который был сделан для нее. И вот ботильоны Сен-Лоран. Ботильоны мне здесь не нравятся. Они портят этот образ, потому что они более-таки повседневные. А образ у нее сценический. Ну, и вы видите, что она везде с маской. Пять наград вы видите, да? Ну, и мы здесь можем видеть и самые сапоги, которые уже она надевала. И футболка с логотипом MTV. Что может быть проще? На нарядах Леди Гаги мы закончим обзор. Не забывайте писать ваши комментарии. Нажимайте на колокол. И рассказывайте об этом канале ваши друзья. Потому что здесь говорят о культуре. Все игры. Все игры. Все игры.